По мере того, как российские войска продвигаются на востоке Украины, Киев предупреждает союзников, что значительно уступает России по вооружению. На этой неделе один из советников президента Зеленского заявил, что западной поддержки недостаточно для противостояния огневой мощи России. Мой гость на этой неделе из Польши Радослав Сикорский. Он был и министром иностранных дел, и министром обороны, а сейчас депутат Европарламента. Он считает, что те, кто настаивает на быстром прекращении огня, ошибаются. Лучше было бы победить Россию в Донбассе, и для России лучше. Вы не хуже меня знаете, что в России революция или реформа обычно происходят после проигранной войны. Позволило ли НАТО Кремлю использовать ядерный шантаж? Должен ли ЕС наконец создать достойную армию? И поскольку все больше европейских лидеров планируют посетить Киев, действительно ли у Запада есть план по поводу того, как может закончиться эта война? Все это и многое другое в Конфликт-Зон. Радослав Сикорский, добро пожаловать в Конфликт-Зон. Здравствуйте. Срочный призыв помочь на этой неделе от украинцев. Они говорят, что Москва значительно превосходит их по вооружению. Советник главы Офиса президента Зеленского Михаил Подоляк хочет оружия и ответов. Если вы думаете, что мы должны проиграть, сказал он, просто скажите нам прямо. Мы хотим, чтобы вы проиграли. Тогда мы поймем, почему вы даете нам оружие на таком уровне. Это очень громкий, тревожный сигнал из Киева. Будет ли НАТО стоять в стороне и позволять уничтожать Украину? Это решение государств членов НАТО. Я только что был в Вашингтоне, разговаривал с высокопоставленными людьми в Пентагоне. Они убеждены, что американская система снабжения работает, и что поставки дойдут до линии фронта в ближайшие несколько недель. Это новые виды вооружений. Солдаты уже проходят обучение. Не забывайте, Конгресс США принял законопроект, предусматривающий предоставление Украине 40 миллиардов долларов. Половина из этой суммы предназначена для вооружений. Это в несколько раз больше украинского оборонного бюджета, не говоря уже о бюджете на закупке. Польша тоже оказывает поддержку. Соседние с Украиной страны вносят большой вклад. Но, конечно, у России есть мощь. Россия намного больше Украины. Украина уступает по вооружению. Но, конечно, Россия имеет глубину. Россия является гораздо большим страном, чем Украина. Украина уступает. На данный момент, по словам украинцев, Россия выпускает тысячи снарядов в день по их войскам. Примерно в 10 раз больше, чем со стороны Украины. Можно ли считать, что Украина не сдавится под таким натиском? Они не могут, не так ли? Они не могут, не так ли? Мы всегда знали, что Россия будет иметь численное и качественное превосходство. Но не забывайте, что украинцы получают данные тактической разведки от американцев в режиме реального времени. А это значит, что они точно знают, где находятся россияне. И отчасти то, что они намерены делать, что значительно увеличивает эффективность. Честно говоря, я ожидал, что россияне выиграют на этапе вторжения, а затем украинцы выиграют партизанскую войну. Украинцы превзошли мои ожидания. Но, конечно, с их точки зрения это просто ужасно. Так что да, мы все должны, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы помочь защитить эту демократию, которая никак не спровоцировала вторжение. В результате которого, по словам президента Путина, Украина должна быть уничтожена как государство и как культура. И я просто надеюсь, что президент, простите, канцлер Германии, президент Макрон и премьер-министр Драги не поедут в Киев с пустыми руками. Думаю, мой вопрос в том, получит ли Зеленский честный ответ от Альянса. Я спрашиваю, потому что на прошлой неделе его посетил министр обороны Великобритании Бен Уоллес и сказал ему, я думаю, что мы можем вытеснить Россию с Донбасса. Это действительно честная оценка? Надеюсь, Бен Уоллес – автор, возможно, лучшего опровержения эссе Владимира Путина, опубликованного летом прошлого года, в котором он смешал все мифы царской и советской идеологии, пытаясь утверждать, что Украина не была реальной страной. Так что он человек с большими способностями, и мне сказали, что он написал это сам. Я сомневаюсь, что он просто говорит в пустую. Так что если он говорит это, я надеюсь, что он прав. Но, учитывая ситуацию на фронте на данный момент, видите ли вы, каким образом Россия позволит вытеснить себя из Донбасса? В конце концов, они были там в той или иной форме, разжигая войну последние 8 лет, не так ли? Да, но не в тех же местах. Линия соприкосновения находилась восточнее. И не забывайте, очень ограниченные успехи, которых они добились в Донбассе, были достигнуты огромной ценой, что касается потери техники и пролитой крови. Так что украинцы ведут очень умную войну. Они не дают русским стандартное сражение, которое они могут проиграть, а просто вынуждают их нести огромные потери. Как вы знаете, если украинские оценки российских потерь хоть немного верны, они заявляют о 32 тысячах убитых русских. Допустим, что это преувеличено на треть. То есть в Украине за три месяца убито больше солдат, чем весь Советский Союз потерял за 10 лет войны в Афганистане. Это, конечно, огромные потери. Особенно если принять во внимание тот факт, что на каждого убитого солдата обычно приходится еще два-три раненых. Но месседж из Киева касается довольно ужасной ситуации, не так ли? Интересно, чего стоят все эти красивые слова, которые адресовались Украине? Мы прикроем вам спину, мы не дадим вам проиграть, мы стоим плечом к плечу. Чего стоят эти красивые слова, когда НАТО, по сути, наполовину сидит на заборе, наблюдая, как большая часть Украины в результате обстрелов просто сравнивается с землей? Тим, это отличный вопрос, и я рад, что вы задаете мне этот вопрос на ДВ, но я думаю, что ДВ должна задать этот вопрос канцлеру Шольцу. Да, и если бы он пришел к нам на программу, мы бы точно спросили, но каков ваш ответ? Мой ответ, Германия должна сделать то, что обещала, а именно вооружить Украину. Но все ли делают то, что обещали? Не правда ли, что, по сути, ядерный шантаж Путина удерживает НАТО от того, чтобы предоставить Украине необходимую ей огневую мощь и от прямого противостояния России? Разве не является одним из наиболее важных аспектов этой войны то, что Запад уже поддался этому шантажу? Россия, безусловно, нарушили Будапештский меморандум 1994 года, согласно которому Украина отказалась от третьего помощи ядерного арсенала в обмен на гарантии независимости и границ. Гарантии были от России, США, Великобритании. Так что эти страны, раз Россия нарушила меморандум, обязаны помочь Украине. Кстати, есть еще Китай. Это та страна, которая действительно может сказать Путину, чтобы он убирался из Украины или что-то еще. Но да, на самом деле это не о НАТО, потому что у НАТО, как у Альянса, нет запасов вооружений. Они у государств-членов, и государства-члены НАТО должны оцениваться по их вкладу на душу населения в оборону Украины. И в этом плане, как я уже говорил, Восточная Европа выглядит хорошо, Соединенные Штаты Америки выглядят хорошо, Великобритания выглядит хорошо, но некоторые из крупнейших стран Европейского Союза и НАТО выглядят не так хорошо. Но на самом деле я хочу сказать, что все, что нужно было сделать президенту Путину, это помахать своими ядерными ракетами в сторону НАТО издалека и неявно пригрозить эскалации до ядерной войны. И НАТО отступило. Это важно не так ли с точки зрения глобальной безопасности? Нет, я так не думаю. Это правда, что русские постоянно угрожают нам ядерным оружием. Вы знаете, когда я был министром иностранных дел Польши и вел переговоры с американцами о размещении объектов системы ПРО, они делали это так часто, что мне приходилось публично просить российский генштаб угрожать нам ядерным ударом не более чем раз в квартал. И потом они прекратили. Послушайте, мы тоже являемся ядерным альянсом. Если они взорвут нас, мы взорвем их в ответ. Реальная же угроза существует для Украины. Но у меня сложилось впечатление, что они использовали эту угрозу в первый месяц войны. И в последнее время делать это прекратили. Если Москва победит на востоке Украины, вы довольно пессимистично смотрите на исход этой войны, не так ли? В мае вы сказали, если президент Путин получит Донбасс, как он получил Крым, он затем восстановит свою армию. А через несколько лет он снова пойдет в наступление, чтобы попытаться захватить остальную часть Украины. Вы действительно думаете, что при нынешнем положении вещей Украина сможет предотвратить это? Знаете, наша стратегическая культура подсказывает нам, что всегда нужно давать противнику возможности исправить ошибку. Но президент Путин явно не разделяет нашу стратегическую культуру. И вам достаточно прочесть это ВС, о котором я уже упоминал, и послушать его воззвание к российскому народу в начале этой войны, чтобы понять, что цель Путина захватить или властвовать, или, по крайней мере, разорить всю Украину. Так что да, я боюсь, что прекращение огня сейчас будет означать только новую войну через несколько лет. Так что лучше было бы победить Россию в Донбассе. Также лучше для России. Я напомню, и вы знаете, это, наверное, не хуже меня, что в России революция или реформы обычно происходят после проигранной войны. Вы даете возможность отступить и оправдаться тем, кто совершил военные преступления, подобные тем, которые совершили войска Путина? Режет слух, не так ли? Моя точка зрения. Нет, мы не должны. Помните, есть коммуникен НАТО, что цель Альянса заставить российские войска уйти за пределы международных границ Украины. Это было бы видимым признаком провала Путина и появлением надежды на лучшее правительство России в будущем. Вы говорите, что это план НАТО. На прошлой неделе украинский депутат и глава партии «Голос» Кира Рудик заявила, что крайне расстроена тем, что, похоже, у коллективного Запада нет какой-либо стратегии или плана того, как следует вести эту войну. Она права? Американцы сделали для Украины гораздо больше, чем я ожидал пять месяцев назад. Отчасти потому, что они видят в этом предупреждение Китаю не пытаться захватить Тайвань. И знаете, миллиарды долларов на оборону для Украины уже в пути. Давайте дадим им шанс. Гейнсек НАТО Йенс Столтенберг сказал несколько дней назад, что Альянс должен быть готов к сценарию затяжной войны. Готов ли он к этому на самом деле, по вашему мнению, или вы можете предвидеть обстоятельства, при которых НАТО может не продержаться так долго и с неохотой согласиться с тем, что Россия должна удерживать захваченные ею районы и регионы? Я думаю, что президент Путин дал НАТО новую жизнь. Некоторые люди в Альянсе задавались вопросом, актуален ли он до сих пор. Мы все время предупреждали наших западных союзников, что российская государственная идеология, российские службы безопасности, российские учения указывают на новый империализм. И, к сожалению, мы были правы. НАТО потребовалось несколько лет, чтобы составить план действий в чрезвычайных ситуациях для Центральной Европы, а затем договориться о некотором минимальном физическом присутствии. Но это физическое присутствие сейчас увеличивается. У нас есть части 82-й воздушно-десантной дивизии на юго-востоке Польши. У нас есть логистический мост к польским портам и аэродромам с поставками оружия и боеприпасов в Украину. Есть планы по дальнейшему наращиванию присутствия НАТО в странах Центральной Европы. И это правильно. Знаете, у нас был основополагающий акт НАТО-Россия, который Россия тоже грубо нарушила. Поэтому должны быть последствия. Но та новая жизнь для НАТО, о которой вы говорите, зависит от победы Украины или, по крайней мере, от способности удерживать территорию, которая у нее была до 24 февраля, до поражения России. И на данный момент ничего из этого не кажется вероятным. Не так ли? Нет, Тим. Формально Украина, конечно, не член НАТО. НАТО защищает территорию своих стран-членов. Я имел в виду с точки зрения помощи, которую оказывает НАТО. Украинцы должны победить, не так ли? Я имею в виду, что лучше остановить Путина на востоке Украины, чем воевать на границах с НАТО. Конечно. Но Украина дает нам время усилить нашу оборону. И я просто надеюсь, что страны-альянсы наконец-то станут серьезно относиться к обещанию тратить 2% ВВП на свою оборону. Польша занимается этим последние 15 лет. Сейчас мы повышаем расходы до 3%. Насколько вас беспокоят разногласия внутри Альянса? Речь о том, что Турция блокирует вступление Финляндии и Швеции. Сам Столтенберг говорил об этом в последние несколько дней, как о чем-то, к чему он относится серьезно. Учитывая тот факт, что все решения в НАТО требуют консенсуса, не ослабляет ли Турция границы НАТО? Не границы НАТО, но может тормозить расширение, очевидно, потому что необходимо единогласное решение. Турция вовлечена в очень кровавую и тяжелую гражданскую войну в Сирии. И не забывайте, курдская фракция также является фактором внутренней турецкой политики, в том числе и нынешней кампании в Турции. Таким образом, вопросы, связанные с курдскими партиями или вооруженными формированиями, очень серьезны для Турции, а Финляндия и Швеция должны вести серьезный диалог с Турцией по этому поводу. Но я могу заверить вас, что подавляющее большинство стран-членов НАТО, включая Польшу, видят во вступлении в Финляндии и Швеции в Альянс укрепление нашей безопасности. И я был бы очень рад, если бы рядом со мной были шведы и финны в окопе. Давайте немного поговорим о США, если можно. Джо Байден все время после вступления в должность говорил, европейцам Америка вернулась. Но вполне закономерный вопрос, который задали ему европейцы. Надолго ли? Этот вопрос все еще актуален? США стали ненадежным партнером по своей сути для Европы? Тим, вы, наверное, знаете анекдот о товарище Сталине, который сказал, что беда демократии в том, что никогда не знаешь, кто победит. И вы понимаете, что мы не знаем, может ли Дональд Трамп вернуться. И знаете, в Европе... А если он вернется? Он называл Европу противником, и не забывайте, его первый импичмент, вернее, его попытка, была за то, что он пытался шантажировать президента Зеленского в вопросе поставок оружия в Украину для того, чтобы получить компромат на Хантера Байдена. И это то, с чем мы, вероятно, будем иметь дело. Так что это была бы катастрофа. В принципе, это была бы катастрофа для Европы. Трамп публично заявил, что доверяет Путину больше, чем ФБР. Поэтому я думаю, что он, вероятно, уменьшит или прекратит американскую поддержку Украины. Итак, в свете этого не пора ли Европе серьезно заняться собственной армией, а не просто говорить о ней? Или все еще актуальны слова Жан-Клода Юнкера, сказанные им в 2015 году? Если я взгляну на общеевропейскую оборонную политику, стая цыплят будет более единой боевой единицы. Это все еще так? Я рад, что вы, наверное, видели некоторые из моих выступлений в Европарламенте. Я бился над этим месяцами. На самом деле, я говорил в прошлом году, какая катастрофа должна произойти на наших границах, прежде чем мы серьезно займемся европейской обороной. И Путин превзошел мои ожидания, потому что вы абсолютно правы. Если либо Трамп снова станет президентом, либо соперничество Америки с Китаем обострится, в следующий раз нам может не повезти с расчетом на американское лидерство в кризисе на периферии Европы. И мы могли бы полагаться лишь на собственные ресурсы, и мы совершенно не готовы. Общая оборона требует много денег и времени. И если мы не начнем готовиться сейчас, у нас будут серьезные проблемы. Вот почему моя партия, Европейская народная партия, во время конференции о будущем Европы внесла предложение об учреждении поста комиссара по обороне, о создании сил быстрого реагирования, увеличении европейского оборонного бюджета, формировании совместного штаба. Нужны также совместные закупки оружия, чтобы наши ассигнования на оборону лучше расходовались. И это очень срочные вопросы. Итак, ваша идея состоит в том, что Европа должна наконец-то выступать выше своей весовой категории, а не ниже, как она делала за последние несколько лет. Если бы мы просто начали драться в своем весе, я бы уже был доволен. И знаете, это особенно в интересах Германии. Если она действительно начнет перевооружаться, а это большое «если», потому что мы знаем, какова политика внутри правящей социал-демократической партии Германии, то я думаю, что в интересах ФРГ было бы рассматривать это перевооружение в более широком европейском контексте для принятия решений. Потому что у нас уже есть националисты, в том числе и в моей собственной стране. Лидер правящей партии, знаете, немцы едва начали что-то делать, а он уже обвиняет их в милитаризме. Поэтому я думаю, что в интересах ФРГ будет оказывать сильную поддержку становлению европейской обороны. А что касается Германии, в прошлом году вы отметили, что современная международная система была сформирована на основе, как вы сказали, западного принятия желаемого за действительное, а также высокомерие. Вы обвиняете Германию в том, что она часть этой концепции принятия желаемого за действительное? Отчасти. Потому что Германия чувствовала себя очень комфортно, не занимаясь политикой безопасности. И даже в какой-то степени не занимаясь внешней политикой. Живя под американским зонтиком, исследуя за другими странами во внешней политике, и очень успешно проводя собственную торговую политику и промышленную политику. И подкреплялась это указанием на вину за то, что сделала Германия во время Второй мировой войны. Тем не менее, создавалось впечатление, что Германия в чем-то лучшем, потому что она не предусматривает применение силы для противодействия силе. Но теперь, после 24 февраля, надо положить конец этим иллюзиям. Мы не находимся в вечном мире Канта. В Европе есть страны, одна конкретная страна в Европе, которая не разделяет этих прекрасных ценностей, которая не видит, что путь решения межэтнических проблем в Донбассе это применение Европейской конвенции о защите меньшинств, но которая начала ничем не спровоцированное вторжение. И я боюсь, что защищаться от ревизионистской, агрессивно ревизионистской силы нужно с помощью противодействия. И Германия, наверное, еще не полностью усвоила этот урок. Давайте немного поговорим о российской экономике. Как мы знаем, Запад пошел на огромные жертвы, чтобы ударить по Москве тем, что они называют карательными санкциями. Однако, насколько вы обеспокоены тем, что эффект этих санкций сейчас, похоже, ослабевает? Курс рубля сейчас на 30% выше своего уровня до вторжения. И в этом году он является самой эффективной валютой в мире. Это не совсем то, на что надеялся Запад, не так ли? Нет. И мы знаем причину этого, а именно то, что мы все еще покупаем российские углеводороды. И нам нужно отучить себя от них. Нам нужно диверсифицироваться. Если Саудовская Аравия начнет добывать больше нефти, цена должна упасть. И тогда у Путина будет меньше денег на войну. Российская экономика сталкивается с сокращением инвестиций. Сталкивается с ограничениями на импорт высокотехнологичных товаров. Это должно затруднить Путину восстановление своего арсенала, особенно высокотехнологичного оружия. Россия не производит микросхемы для своих компьютеров. Так что санкции имеют эффект только в среднесрочной перспективе. Но я согласен с тем, что, как я думаю, вы подразумеваете. А именно, санкции должны обходиться Путину дороже, чем нам самим. Вот почему мы должны относиться к ним с умом. Но вы действительно думаете, что Запад сделал что-то в плане санкций, что способно изменить политику Кремля? Ведь в этом был главный смысл санкций, не так ли? Не сразу, но вдобавок мы создали в США Совет по торговле и технологиям, где будем координировать потоки инвестиций, торговую практику и решения, промышленно-технические и исследовательские стандарты. Помните, в 80-е годы был координационный комитет, который ограничивал поток технологий в тогдашний коммунистический блок. Это заняло некоторое время, но в конце концов это сработало, чтобы задушить коммунистов, коммунистическую экономику. И в конце коротко об обеспокоенности, исходящей из Киева. Что бы вы хотели сказать им от имени НАТО? Что если она не отправляет бойцов, то по крайней мере пошлет достаточное количество оружия, чтобы они могли выполнить свою работу, которую мы их просим сделать в Украине? Судя по тому, что мне говорят американцы, вагоны с боеприпасами уже в пути. Так что держитесь там. Радослав Сикорский, большое спасибо за ваше время и участие в программе. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok